Всем привет дорогие друзья и с вами Саня. Прошла мимо меня черная пятница, ничего не смог закупить, потому что меня Nvidia, так сказать, немного бортануло. Сделал у них заказ, много было скидок на видеоигры, вообще куча просто отличной цены были. Я сделал заказ на 7 позиций, там около 7000 получилось за 7 позиций, плюс я применил купон на 2000, в итоге 5000 за 7 игр сделал заказ. Все, жду. Проходит одна неделя. Думаю, что за фигня, ну думаю, может какие-то позиции закончились, подвозят. Написал им на почту, говорят, там позиций нету, подождите, жду еще пару дней. Опять им пишу на почту, они говорят, все, так, позиций нету, там я заказал Last Guardian, Diablo положил в корзину, For Honor, Division положил, сборник от Кейджа, это Heavy Rain и Бульон. И что-то еще, какие-то еще игры положил, ну, а, Кнак 2. Вот. И они мне пишут, давайте в другой магазин перенесем, и в ваш заказ, там все позиции есть. Я говорю, давайте, причем этот магазин не очень от меня далеко, это метро Владыкино, давайте, говорю, туда переносите. Мне хочется уже эти игры забрать, уже и распаковку заснять, и поиграть. Я хотел, особенно в For Honor, вот, или For Honor, ну ладно, не суть. Все, переносит, и мне приходит смс-ка, что у меня уже 5 позиций за 5000. Пишу им на почту, я говорю, что такое, почему 5 позиций? Все, ни ответа, ни привета, в общем, и потом вообще мой заказ в итоге отменили. И, короче, я ничего не успел взять, куча было интересных позиций, скидки. У меня там игра в рублей по 800 выходила, вот, со всеми бонусами за 7 игр, там, 800 с чем-то. Ну, и в итоге народный магазин меня обортанул. Ничего я не закупил. И потом появилась акция опять, бери больше, плати меньше на кино, на DVD, на Blu-ray. Ну, думаю, возьму хотя бы кинца себе. Тем более, ну, надо коллекцию пополнить, там много позиций еще, которых у меня нету. Вот, и чек у меня получился на 820 рублей, 5 позиций. У меня сегодня распаковка 5 позиций, и ничего, вот здесь у меня игра за кадром там положил, потом покажу. Ну, погнали. Первый фильм «Окно во двор». Так, со скидкой стоил 174 рубля. Продолжает, продолжает у нас новый диск выпускать фильмы Хичкока. Первый был «Психа», сейчас «Окно во двор». Я этот фильм не смотрел. Но, если новый диск выпустит все фильмы Хичкока, которые были в едином боксе, но отдельно в МРЭх, вот в таких отдельных изданиях, я буду брать все, скорее всего. Хичкок все-таки большой след в истории кино оставил. Так что его фильмы вообще отличные. Такое вот издание. И самое главное, что мне нравится, они в одной всей стилистике с «Психа». У них тоже вот там коллекционное издание, вот такой черно-белый арт. И сзади, задник одинаковый. Ну, все, в общем, одинаковое. Даже торец вот, «Юниверсал». И вот здесь вот, здесь бинокль, а на «Психа» там что-то другое какое-то было. Такое вот издание отличное. И вот такая накаточка. Фильм не смотрел, буду смотреть. Читал на это. Рецензии на кинопоиске, там около 7-8 черепов на этот фильм. Значит, фильм должен быть отличным. Так, погнали дальше. «Глубоководный горизонт». Фильм не смотрел, взял только из-за актеров. И неплохого рейтинга тоже на кинопоиске. Около 7 черепов там было. Со скидкой он мне обошелся в 234 рубля. Марк Уолберг мне как актер нравится. Тут Гурт Рассел, Джон Малкович еще. Играет Кейт Хадсон. Такие именитые актеры. Думаю, ну надо взять. Ну, а тут опять про патриотов все это. Про спасателей. Думаю, возьму, посмотрю. Благо, недорого. Такая обложка у нас. Такой задничек. И опять коробка убогая. Но новый диск не радует. Особо не радует хорошими коробками. Вот такой он. Только Лизард, по-моему, радует, когда они вот эти вот выпускают в... Как его? Всканавы. Всканавы. Или какая-нибудь там, Низканавы. Ну, короче, а, элит, элит коробки. Вот такой у нас диск. Будем смотреть. Еще один крутой фильм. Старенький братья Блюз. Смотрел его как-то давно. Еще на кассете чувак мне давал, помню. Вот, говорит, у меня тут кассетка появилась. Ну, раньше-то не было ни интернетов, ничего. Так, только вот, чувак, кассетка. Я тут у другого чувака достал. А тот у кого-то еще взял. Давай перепишем. Или в прокаты ходили. Помню, мы с чуваком в прокаты ходили. Постоянно брали по 10 рублей кассета на 3 дня. У него было классное время. И вот, братья Блюз, из того времени фильм, когда я еще был молодым. Фильм 80-го года. Особо его не очень помню. Но помню, что он мне даже на тот момент понравился. Поэтому, даже не глядя на кинопоиски, на рецензии, решил взять. Так, Дэн Экрид и Джон Белуши. Да, Джон Белуши. Не Джеймс Белуши, а Джон Белуши. Такой у нас задник. Эпфильм давно уже, по-моему, за рубежом вышел с русской дорожкой. У нас только недавно появился. И вот такой, такая накаточка, опять коробка убогая. Но это новый диск. Но ничего, мы коробочку закупим, заменим. Так, погнали дальше. Кстати, братья Блюз обошелся тоже. А, в 149 рублей. Еще один старенький фильм с Кевином Постным, то есть Костнером. Это Поле Чудес. 174 рубля со скидкой обошелся. Тоже старенький фильм. Тоже я его когда-то давно смотрел. Хороший, добрый фильм, интересный. Тоже не глядя, закинул в корзину. Все, думаю, буду брать. Так. Открываем. Это опять здание от нового диска. Так что предвкушаю убогую коробку. Так. Вот такая у нас обложка. Кевин Костнер. Кевин Костнер, в принципе, неплохой актер. Много мне его фильмов нравится. Это вот «Идеальный мир». Где, по-моему, там с этим... Который Фродо играет. Забыл его, как зовут. А, «Элайджа Вуд». Вот. «Идеальный мир». «Водный мир». Или не «Идеальный». А, «Идеальный мир». «Водный мир» нравится. «Танцы с волками», по-моему, он еще классно играет. Ну, отлично. Актер много у него хороших фильмов есть. Такая вот обложечка. Вон как раз. Вот этот актер, Джеймс Эрол Джонс. По-моему, он отзвучивал Дарта Вейдера, если мне память не изменяет. В старой трилогии. В старой лукасовской трилогии. И такая вот у нас обычная накатка. Ничего особенного. Просто... Не знаю, просто круг белый. Так. И пятая позиция. Вот такая. «Быть Джоном Малковичем». Тоже этот фильм не очень помню. Может, я его даже не смотрел. Обошелся в 174 рубля. Это уже, по-моему, переиздание. По-моему, он давно как-то у нас выпускался. Тоже Universal. Ладно, не помню. По-моему, выпускался. По-моему, потом он исчез с продажи. Или опять его допечатали. Не помню. Этот фильм даже про что он намного интересных актеров. Кьюзк. Тут Кэмерон Диаз. Кэтрин Киннер. Так что, тоже сразу увидел. Благо, он тоже недорого стоит. Пришел закупиться. Такая вот у нас интересная обложка. Куча Джонов. Джонов или как? Джонов Малковичей. И вот такой задничек. Много актеров интересных. И вот такая накатка в стиле обложки. Интересная. Да, вот пять позиций. Ну, я обычно по пять позиций там беру. Больше там смысла нет убрать. Вот. И тут сегодня я такой думаю. Надо еще что-нибудь взять по этой акции. А сейчас в МВИДе они там в связи с вот этим новогодним ажиотажем. Они сделали оплату сразу. Там онлайн оплату сразу запрашивают. И где-то два дня вот это вот держат в резерве. В общем, надо сразу оплачивать. А сейчас нет возможности. Я думал, сейчас закажу. Пока они там доставят. У меня там денежки появятся. И я заказ заберу. Но не судьба. Может после 31 декабря они все назад вернут. И еще одна у меня позиция интересная. Это Star Wars Battlefront 2 на PS4. Досталось мне бесплатно. Выиграл я ее в конкурсе на сайте КГ Портал. Это бывшее кино говно. Там про кино рассказывается. И у них там бывает много разных всяких конкурсов. Ну как конкурс репостов. Как в ВКонтакте всегда вот это проходит. Перепостите их себе на стену. И оставьте ссылку там в описании. Ну и здесь тоже самое. И рандом выбрал меня. Я в принципе эту игру еще пока не собирался покупать на старте. Так как она бешеных денег стоит. Но она сейчас вроде в PlayStation Plus. Что-то дешево. Две с чем-то тысячи. Ну за пятихатку если она была бы я бы взял. За по фулл прайсу ее брать пока не буду. Там плюс вот этот вот скандал эти поперли. Ну не знаю. Я на них особо внимания не обращаюсь с этими лутбоксами. Мне как-то они не знаю. Есть они нет их. Ну говорят здесь синглплееры. Интересно. Меня это кстати больше волнует чем лутбокс. Первый раз. Что-то выиграл такое стоящее. Я имею ввиду дорого. Не какой-то там брелок. Какая-нибудь фигня кстати. Один раз еще помню давно выиграл тоже на КГ. Это майку по Звездным Войнам. Там другая. По Rogue One из Гой-1. Вот такой. Прислали почтой. Причем очень быстро дошло. Мне смс-ку такой скинули с почты. Там братан ты идешь за своей посылкой. Там такая-то такая-то. Я такой думаю ничего же вроде не заказывал. Прихожу бах. Диск выдают. Очень довольно. Там буквально может 3-4 дня. Вот такая обложка у нас. Нормальная обложка. 16+. И задничек такой. Единственный косяк. Слышите? Диск слетел с крепления. Надеюсь не поцарапался. Вот он. Вот он диск. Сейчас посмотрим. Нет. С диском все нормально. Так. Здесь у нас бумажки. Это рекламка. Рекламка. И такая вот накатка. Очень доволен. На халяву. В принципе новинка. Игра вышла только месяц назад. Или сколько там. Два. Очень доволен. Звездные воины в принципе я люблю. Но не по фулл прайсу. Звездные воины люблю. Но не по фулл прайсу. Вот. По скидочке очень даже их люблю. Ходил на восьмую часть. Она мне в принципе так. Моментами не очень понравилась. А в целом. Ну. Более менее. Так что. Вот такой закуп. И одна игра. На халяву. Вот такой у нас. Такой мощный закуп. Ну все друзья. Всех с наступающим. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok